Андрей Широков, Клуб Эфи, Продоцелитель. В этом ролике будет кокс, ну практически вот наркотическое состояние. Теперь уже предлагают хоз, хронически отравленное состояние, надо называть хроническое, прошу прощения, обдолбанным состоянием. Но в этом ролике будет и страх смерти. И если серьезно, как-то я засиделся уже на ночь глядя, и вот ко мне постучалась соседка с приступом симпатоадреналовая криза. Ну, там был какой-то приступ сердцебиения, и, видимо, скакнуло там давление. Это токсимия, да? Но здесь очень важно, ну я, когда к вам так кто-то стучится, да, и говорит, я умираю, и вот как бы, конечно, я вообще обязан оказывать первую доброчебную помощь. Я выпускник медицинской системы, я не имею права ее не оказать. Это уголовная ответственность вообще-то. Я уже не помню, как ее оказывать, честно скажу. Конечно, здесь очень важно быстро очень, уже нет времени спрашивать многое, оценить, что это все-таки может быть, допускать разное, да? Потому что, ну а вдруг, там, инфаркт, либо инсульт. Ну, в том состоянии, где человек вот сам там шел, и вот как бы то, как выглядел. Я узнал себя в приступах токсимии с симпатоадреналовым кризом, когда идет выплеск, кстати, глюкозы в кровь, тахикардия, тахиаритмия та же, да? И, но надо, конечно, иметь в виду, что что-то может быть и другое, так? Значит, что здесь важно? Какие-то некоторые вопросы я успел задать, да? И параллельно успокаиваем человека, потому что вот в том состоянии, в котором человек мне явился, там толком ничего страшного не было, кроме именно еще и психоневрологического, как бы вот, всплеска, страха. Я знаю, что такое страх вот этой смерти. У меня это как раз и вот, скажем так, в 2015 году и преследовала очень сильно, много раз скорую я вызывал. То есть я-то это состояние узнаю. И там толком, конечно, там реально ничего с самим сердцем, как правило, не происходит. Это токсимия. Я успел там задать вопрос, острое было сегодня? Да, да, острое было. Что еще очень здесь важно? Причем здесь кокс, да? И почему это теперь, вот я говорю, вот не просто люди на коксе? Ну, я, конечно, не взял рамку, чтобы не пугать сильно. Потому что моя задача была, во-первых, первым делом успокоить человека. И уже когда я взял руку с пульс смотреть, там никакого острого, вот никакого реального пульса повышенного уже не было. То есть это уже больше вот здесь. Но. Но произошел какой-то выброс. Скорее всего, на оструе желчь токсическая пошла, смена погоды, сжались сосуды, холодно было. У меня у самого в те дни было, спазмировало сосуды в голове, и что-то вот были такие токсические состояния. Я пришел с водой, вода отдельно, минеральная вода, и приборчик взял еще, каюсь, да. Потому что, ну, мне понятно было, что мне нужно было снимать токсическое состояние. Ну, у кого нет приборчика, снимайте водой. Я смешал просто воду с минералкой. И вот важно, что человек сразу отреагировал, увидев так, умирая, что стоп, вода, ну, уже на ночь я воду не пью, и вообще ее толком не пью. А минеральная нельзя, врачи запрещают. Нельзя, нельзя никак. Ну, я, конечно, сказал, что тогда придется скорую вызывать, потому что, ну, она при себя думая, ну, она вам и вколет, как бы, физраствор, воду с минералами, раз вы вот через рот не хотите. Я уж молчу о том, что я пришел снимать информацию, я ее снял, кстати, там, и сейчас тоже скажу, что я сделал правильно, что лишнее. А как мне без воды и, да и вообще там нужна именно и желательная минеральная вода, как без водно-щелочного режима, без вот этой поддержки щелочного плеча, мне этого закоксованного человека, то есть уже из вот этой реакции, ну, я и так это все понимаю, да, соседку, что там с ней. А, уж понятно, три кита не здоровья, вот они все, это же видно человека. Но тут еще и человек поддерживает вот это коксование, о котором мы говорили. То есть, ага, человек на коксе, все, это, ну, такое, это не просто пищевой наркоман, это вот состояние закоксованное. И снял я информацию с точек по лимфе кишечника и по слизистой кишечника, это канал G. Человек, и самое интересное, дальше человек хлистал эту воду один за другим стакан. И все замечательно. Что еще, например, я увидел, что человек все время на каплях валерьяна, пустырник, там всякие, вот, сам был тоже на этом. Тоже вот тоннами просто сзади у меня уходили эти пузырики. У вас, наверное, тоже некоторые родственники такие, да? Я рассказывал, что моя бабушка под конец жизни уже просто воняла вот этим вот волокардином, просто вот шлейф от нее такой шел. То есть, все время нужно было подавлять симпатоадреналовый криз. Это сигнал о состоянии, хроническое травмное состояние с выплесками вот этого острой таксимии, да? А провокация здесь, то есть фундамент-то он давно дорабатывался, а провокация погоды сменилась, сосуды поиграли, желчь, поел что-то остренькое, после этого выплеск пошел, или там пробежка какая-то, или поволновался. Но есть кортизоловый стресс, который все время тихонечко убивает, сжирает тебя. А есть, кстати, там по белкам и жирам тогда идет падение. А есть симпатоадреналовый стресс. Кортизоловый – это связано с глюкокортикоидами. Там, кстати, биолокационно можно смотреть даже слои по надпочечникам, вот отдельно глюкокортикоиды. Там это средний слой корковой зоны, и смотрим его слои биолокационно, от первого по седьмой. И там иногда я вижу у человека, да вот же негативный слой, у вас кортизоловый стресс. Можно посмотреть степень свободы от кортизолового стресса. Должна быть там 100%, а у человека там не 100%. Ну так у него идет кортизоловый стресс. Он идет лавинообразно, может на время быть меньше, но он тихонечко убивает, такой ласковый убийца. А симпатоадреналовый – это мозговой слой надпочечников. Это выброс норадреналина, адреналина. Бей, беги, то есть, да, сжимаем сосуды. А на этот выплеск кровь начинает тук-тук-тук-тук-тук идти. И как бы спасаясь от гипоксии, это попытка спасти от гипоксии клетки головного мозга, сердца, почек. А самое интересное на это как раз может быть и оторваться бляшки, да, либо, то есть, ну, это само по собой тоже что-то провоцирует. То есть тут дальше, если токсическое состояние человек, то вот эта реакция организма, она закольцовывается. Я иногда не мог просто остановить это. Как я потом... А, ну, антидепрессанты помогли мне. Да, они остановили. Это замечательное средство. В овощи так меня превратили, все замечательно. Когда уже вот... Мне же тогда сказал врач, ну, что, пьете вот валерьяночку пустырник? Ну, вот, ну, пейте, пейте. Ну, вот, как бы вам... Нет, вот, вот то, что я вам сейчас пропишу, а там к одному из лекарств было написано, возможно, случаи летальные от приема. Вот это вам поможет. Здорово. Продолжайте коксоваться дальше. В общем, все закончилось хорошо. И это тоже определенный урок. Пусть не с вами. Хотя, если вы на выходе из хронически отравленного состояния, либо вы оставляете это на потом, рано или поздно, если оно это произойдет. Да? Вот какие-то такие токсические выбросы. Да? И каждый у меня тоже из пациентов учится с этим работать. Кто... Ну, у каждого здесь свой арсенал. И важно, чтобы и с собой здесь вы могли совладать. И так и понимать, что вот, если вы что-то можете, то обязательно рядом окажутся люди, которые нуждаются вот в вашем не просто совете попей воды и минералов, да? А может быть, и в конкретных ваших действиях. Родственники, родные, какие-то соседи, просто какие-то люди, которые только реально открыты будут этому, да? И при этом мы с вами совершенно не исключаем... Я сразу предложил, сказал, будем вызывать скорую. То есть, я ни в коем случае... И вы собой не подменяем официальные структуры, да? Мы не воюем с системой, мы не противодействуем ей. Мы выстраиваем свою. Как вот, пожалуйста, не хочешь это? У меня есть такие-то инструменты, да? Пожалуйста. То есть, ну, я потом еще эту соседку рамкой взглянул, конечно, чтобы она мне спать не мешала дальше. То есть, что можно, там еще кое-что доделал. Мы на консультациях с вами учимся, кто у нас работает биолокационно. Мы можем смотреть, сколько веществ сейчас активны вот по этому каналу G. Кстати, что я сделал не то. Но я решил перестраховаться и снял потом еще информацию с точек от F1 до F4. Кто со мной занимается, знает. Это по каналу печени. А потом посмотрел рамка. Вот это вот, это не надо было делать. Более того, слишком активно трогать печень можно было вызвать потом, на самом деле, провокацию опять какого-нибудь выброса. Там из печени, там же печень вся у таких людей, она же тоже закоксована. Она в песке. Мы об этом говорили. Это токсический песок. Это сгущенное, там же нет воды, нет нормального желча отделения. Застой идет венозный, и лимфостаз идет по печени, и опущение органов, вот мы говорили, да, по голову это. Все это перекошено. И с такими людьми, вот как бы, их брать на очищение, это очень ответственная работа. И, ну, только если они еще сами это захотят. Так вот, с печени здесь, там, брать не надо было, но я не успевал уже просто, рамка, меня вот зовут, вот, все, срочно беги, а я уж не побегу с этой рамкой к человеку, который, там, в сознании, еще и тут противодействует, еще сопротивлялся, да, ну, вот, ну, хотя бы допустил с приборчиком поработать. Все здорово. Я, конечно, здесь предупредил, что, ну, вот, общие какие-то моменты, но это было случайно, то есть человек попросил меня о том, чтобы, вот, давайте обсудим, а что это было, то есть, ну, пару слов я вставил, но вот прошло и проехало, и буду жить дальше, вот, в этом коксовании, пока еще будет возможно. И это выбор человека. Это очень важно. Кстати, да, вот печень было бы иногда, но это могло быть, почему печень тогда еще взял, а вдруг это вот отравление какое-то все-таки. Я же тогда, а потом только посмотрел уже рамкой, что было ли там отравление. Конечно, я переспросил, что вы вот ели все-таки там, да, потому что здесь может быть как отравление внешними какими-то веществами, органикой, неорганикой, так и отравление каким-то тем, что закопано внутри, да, но это могло быть и отравление за счет какой-то, бывали у меня такие случаи и с собой, и с другими, с собой сейчас уже такого нету, а с теми, кто все-таки что-то там питается, вот у нас коллега там поел в свое время что-то с маслом, и, во-первых, токсины микробиотические, то есть извне токсическое, да, и развела, бывает, что вы сегодня-то вы съели, а завтра только к вечеру уже будет последствия. Вот поражение идет, например, бактериальное, и вот эта вот бактерия, она сначала набирает вот вес и уже дает свои токсины, и идет реально как бы картина болезни потом, позже, да, а может быть распаковка из клеток, из мисклеточного пространства, из печени пошло, это, ну, как бы эндоинтоксикация, да, то есть это какие-то метаболиты, там что-то складировал организм, что-то там прицепил, что-то положил, и до лучших времен, но раз не дают, раз шлюзы очищения нефункциональны, лимфа нормально не двигается, заперто все, водно-щелочного режима нету, три кита не здоровья, упитанные их кормят дальше, под четырем ножком стула мы не работаем, то вот хорошо, если есть кому свет, вот постучимся, и нас вот как-то там успеют в порядок привести, ну, это не, это краткосрочное просто, это не есть конкретно выход из ситуации, потому что это уже сама ситуация, это сигнал, последствия, ну, хорошо, что мы с вами это понимаем, если к вам, вам откроются, да, и готовы воспринимать хоть частично эту информацию, хотя бы в общем, дайте ее, у человека, когда надо, это распакуется, не надо здесь только вот как бы принуждать, принуждение к миру, да, поэтому здесь еще раз подчеркну, что мы с вами, у тех, кого есть аппарат вот на логи терапии, мы с вами учимся, как, и я в этом году уже рассказывал, как реагировать на острые отравления, здесь это острое, ну, самоотравление, да, бывают и острые из них, вот я рассказывал, у меня был ролик, как я отравился ботулотоксином, ну, не волнуйтесь, у вас все, что от вас надо, у вас есть, да, то есть вот верьте в это, то, что вам не обязательно все время быть вот во всеоружии, я бы тоже так не хотел бы жить, ну, не вы будете с инструментами рядом, а кажется широков, у нас же с вами есть такое направление, это ШКВД, но это не кожно-венерологический диспансер, это Широков каждому в дом, причем вот вы, вы этот Широков, да, и, а если не будет сил быть Широковым, то верьте, что рядом у вас обязательно окажется какой-то Широков, Андрей Широков, до скорых встреч!